в этой кухне мы уже варимся который год уже семь лет соответственно хорошо уже изучили все действия противника да то есть таких уже нагнетание было ни одной и не два и даже не три мы это проходили и шестнадцатом году и семнадцатом и восемнадцатом и в девятнадцатом каждый год идет они также подтягивали ну может конечно более скрытно не так открыто не с такими заявлениями до сейчас у них как бы предпосылок гораздо больше чем тогда вот то что ну во-первых как я уже говорил в прошлый раз когда мы с тобой общались а пришел байден к власти который в принципе и был инициатором всего этого и который жестко открыто выступает против россии вплоть до того что даже нашего президента называл убийцы и сказал что в ближайшее время она за все это ответит и мы это почувствуем на собственной шкуре но несмотря даже на такие заявления я понимаю всю подоплеку да то есть северный поток который находится уже фактически финальной стадии своего завершения и вот-вот должен был быть закончен и запущен в эксплуатацию соответственно для них это неприемлемо почему потому что они теряют европу контроль над европой помимо того они получают скажем так теряют рынке сбыта и их газовая промышленность которая в основном построена на добыче сланцевого газа который намного дороже нежели наш российский соответственно система вся эта их не рухнет они не могут себе этого позволить соответственно и идет такое жесткое нагнетание идет такая жесткая конфронтация вот для того чтобы напугать но пугает россию я не знаю это глупо сколько уже нас пугает сколько нас пытается уже завоевать и захватить причем даже не просто пугает а реально пытается захватить ну россия как было есть так и будет ну придется если конечно пойдем бой что делать вот эта перепалка пинг-понг чем окончится но я уже говорил что я был свидетелем уже ни одного такого напряжения и такого повышения градуса да и было до того что я говорю мы уже считали что все особенно когда семнадцатом по моему году нас привезли в новоазовск на просмотр фильмов панфиловцев и как раз в тот момент складывалась такая же ситуация это весна семнадцатого года было и мы уже даже посмотрев этот фильм который как раз тогда только вышел в прокат считали что у нас готовят как раз в такой последней битве но вышло заявление нашего министра иностранных дел сергея лаврова который сказал тогда что случае если украина дёрнется она потеряет всю свою государственность и все и все сразу съехала на нет соответственно то хоть и украинские сми пытаются повысить градус но опять же то есть они делают шаг просе делают ответный шаг то есть они подтягивают колонны соответственно россия вынуждена реагировать особенно свете последних заявлений в ради когда они уже открыто объявили не просто россию страной агрессором именно то что между украиной россии идет война соответственно россия делает адекватные ходы то есть в противовес того что делает украина я в этом ничего такого не вижу то есть это нормально закономерно и то же время на как бы политическом нашим поприще поле там тоже выходят определенные заявления да то есть остановитесь а их также предупреждают не делайте того что вы делаете вернитесь тем же минским переговором там еще куда-то на площадку переговорную ну да вот сейчас конечно ситуация по сравнению с теми напряженками она немножко отличается сейчас гораздо больше скажем так таких моментов которые говорят о том что все таки может это перерасти в горячую фазу прежде всего потому что во первых зеленский он уже проломил всякое дно своей политической карьере да то есть его рейтинг упал ниже низшего он не выполнил свои предвыборные обещания и практически весь тот электорат который за него голосовал он отвернулся от него естественно ему сейчас остается рассчитывать только на что на националистов и естественно он идет по этому пути кроме того он сейчас понимает что между ним и порошенко это разница как я не знаю между моськой и слону то есть хотя и порошенко тоже был такой управляемой фигурой да то есть даже марионетка была но по крайней мере у того хотя бы были мозги и какой-то опыт управленческий то есть человек вышел из коммерции имея свой бизнес и у него был опыт управления соответственно понимал где он может выгадать свои интересы где нужно прогнуться на зеленских кто такой зеленский это клоу это петрушка много есть сообщение особенно вот некоторые бывших командиров там тот же стрелков гиркин постоянно говорит о том что все плохо да что и линия обороны никудышные в донбассе мы знаем что большие проблемы действительно у народной милиции есть но тем не менее на что мы тогда можем рассчитывать ведь там совершенно не скрывают что надежда чуть ли не на блицкрик до на молниеносный удар об этом это озвучивается и вооруженными силами украины ну вот я так думаю что для того россия и подтягивает технику границам чтобы долго не раскачиваться все прекрасно понимают что случае реального наступления у нас будет ну где-то 23 дня это максимум максимум 23 дня но опять же это смотря где на каких направлениях если допустим брать тоже мариупольское направление то силы высого они уже находятся в зоне поражения не то что наших ракетных систем артиллерийских систем и расположенные по границе с республиками наши батареи они вполне могут наносить удары точно также наши системы про могут прикрыть от тех же беспилотников то есть вот мы тогда когда говорили я грида вот у них там план аля байрактары то есть они рассчитывают на тот блицкрик который был в азербайджане но здесь немножко ситуация другая почему потому что поставить те же системы с 400 по границе все все пространство небесная воздушная республика она будет прикрыта и при необходимости там будет сбиваться все что будет летать соответственно я не думаю что у них этот план прокатит здесь на территории республик хотя попытки возможно и будут они уже пытаются это делать то есть они запускали вот совсем недавно два беспилотника байрактара в сторону крыма проводили там учения но все это контролируется все находится под контролем и я думаю случае если они решат нанести реально боевые удары то эти беспилотники будут сбиваться